Всем привет! Сегодня приготовим простое печенье. Оно легко готовится и очень вкусное. Для его приготовления нам понадобится 100 грамм сметаны любой жирности, 100 грамм сливочного масла, 200 грамм муки, 1 чайная ложка разрыхлителя без горки и приблизительно 70 грамм сахара. К муке мы уже добавили разрыхлитель, все тщательно перемешали. Сливочное масло должно быть мягкое, а сметана должна быть комнатной температуры, не холодная. Теперь смешиваем все эти ингредиенты. Затем сливочное масло. Хорошенечко все вымешаем. Хорошенечко все размешали. Когда масса стала более-менее однородной, начинаем потихонечку добавлять муку. Мука предварительно уже просеянная. Понемножечку добавляем и размешиваем. Добавляем еще. И так до конца, пока не вмешаем всю муку. Когда нам сложно стало уже лопаткой вымешивать, остальную муку мы высыпаем на стол и перекладываем сюда тесто. Начинаем вымешивать руками. Тесто очень мягенькое. Оно и не должно быть такое, знаете, тугое. Потихонечку вымешиваем, пока не вмешаем всю муку. Все, наше тесто готово. Оно получилось очень мягкое, но и немножко такое, знаете, как липкое. Но оно к столу не прилипает, поскольку оно очень жирное. Оно таким и должно быть. Не нужно его сильно забивать мукой. Теперь отправляем его в пакет или пищевую пленку. Ложим на полчаса в холодильник, для того, чтобы тесто отдохнуло. Отдохнувшее тесто вынимаем из холодильника. Подготавливаем противень. На него застилаем пергаментную бумагу. Ее смазывать не нужно ничем. Также берем формочки для печенья. Буквально слегка притрусили стол мукой. Теперь немножко притрусим тесто. Совсем чуть-чуть. И также скалку. Развязываем тесто пополам. Одну половинку по камень уберем. А вторую начинаем раскатывать. Раскатали в пласт. Тесто очень мягкое и нежное. Теперь берем формочку и начинаем выдавливать печенье. Или, например, другое. Если у вас нет формочек для печенья, можете взять обычный стакан и выдавливать кружочки. Будут вот такие печенюшки. Теперь кладем наше печенье в сахар и немножечко прижимаем. И кладем на пергаментную бумагу. Так же поступаем со всем печеньем. Вот такое количество печенья у меня получилось. Кстати, сахара у меня ушло в 2 раза меньше. Так что нужно брать не 70 грамм, а грамм 40. Вот так где-то. Теперь ставим наше печенье в предварительно разогретую духовку до 180 градусов. Ставим буквально на 10 минут, чтобы печенье стало немножко золотистого цвета. Через 10 минут печенье готово. Перекладываем его на тарелку. Вкусное и быстрое в приготовлении печенье готово. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе. Всем приятного аппетита! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!